Добрый день, дорогие мои телезрители! Позвольте мне вас поприветствовать на нашей телепередаче «Путь к вере». Всегда у нас, слава Богу, находится время для того, чтобы пообщаться между собой и поговорить, конечно, о славе Божьей. Любой диалог – это великий дар, когда человек может встречаться друг с другом и общаться. А более высокий дар – когда сам человек общается с Богом через молитву. Это тоже диалог. И вот мы сегодня с вами опять встречаемся для того, чтобы уже по традиции поговорить о текстах Священного Писания, поговорить о промысле Божьем и, конечно, о великой любви Божьей. Удивительный промысел Божий – Господь возлюбил мир, Он создал этот вещественный мир. Сотворил в этом мире венец своего творения – это человека. И подарил человеку великий дар жизни. Вот этот дар, который дарится просто так для человека. Благодаря чему человек может во время своей жизни приобрести новый дар – дар спасения. И поэтому мы говорим всегда сами себе, насколько Господь милосерден. Подарив нам жизнь, Он дает нам возможность стать подобным Богу. Но чтобы стать подобным Богу, человеку надо трудиться во время своей жизни, показать себе, насколько он готов меняться во благо своего спасения. Знаем, да, человек слаб, он всегда падает, потому что грех всегда становится границей или даже промежутком между человеком и Богом. И вот человек всегда вроде бы стремится к Богу, но не всегда получается. Поэтому Господь по Своей любви через благодать Божию старается нас поддерживать, наши немощи врачевать. Но только от человека зависит, насколько Господь будет участвовать в нашей жизни. От человека зависит, насколько он будет состоять в молитве или в диалоге с Богом. И поэтому от человека зависит, насколько он становится преображенным во время своей жизни и благодаря этому прочувствовать радость Божью. Мы знаем, Бог всегда стучится в сердце человека. Помните Священное Писание, где Господь через евангелистов говорит, «Стучусь в ваше сердце, откройтесь, хочу спасти вас». Но не всегда мы с вами слышим, к сожалению, не всегда. И вот для этого Господь и оставляет нам свое учение. И мы всегда слышим это учение через Священное Писание, через апостолов, пророков, которые постоянно стараются нас научить, назидать нам, что Господь рядом с тобой, только старайся увидеть Его и приближься к Нему, пока Он сам с тобой. И вот у нас с вами всегда традиция, традиция, мы встречаемся для того, чтобы открыть страницы Священного Писания и прочитать отрывки, которые будут зачитываться во время воскресной Божественной Литургии. И вот у нас тоже впереди воскресный день, день, когда мы с вами собираемся на Литургию, чтобы стать участниками Божественной Литургии. Это время, мы тоже это все знаем, время, когда все верующие соединяются вокруг Единой Чаши Евхаристии. Это время, когда человек в диалоге с Богом может через свое покаяние пропустить или пустить, лучше так скажу, Бога в сердце, где Господь уже по своей великой любви преображает самого человека. Поэтому мы с вами соединяемся в Литургии через причастие. Я часто говорю своим прихожанам, старайтесь почаще причащаться. Говорить, ты достой, недостоин – это абсурд. Мы всегда недостойны. У нас всегда в сердце грех. Или большой грех, или малый грех, но он есть. И он, как проказа, все равно сидит в нашем сердце. Но если человек не будет соединяться с Богом, он сам по себе не сможет выкарабкаться, подняться, избавиться. Поэтому мы и просим Бога, чтобы Господь, несмотря на мои все немощи, а их много, прощал мне, помогал мне и давал мне шанс, шанс на спасение. Но Господь видит человека, видит его стремление, его желание. И если человек имеет это стремление, желание, то Господь никогда не оставит. И вот мы сегодня слышим опять новый, очень хороший отрывок, который зачитывается во время воскресного дня, во время этой божественной литургии. И позвольте мне зачитать этот небольшой стих из Священного Писания. Ну вот, удивительно, эти строки начинаются так. Мы всегда знаем, что Спаситель один никогда не был. И к нему подходило разного народу. Некоторые подходили, как мы знаем, для того, чтобы получить исцеление, некоторые для насыщения, некоторые для любопытства, а некоторые даже приходили, чтобы его искусить, обличить, а потом благодаря этому, конечно, и наказать. И вот в этот воскресный день мы слышим Священное Писание. Повествует нам Евангелист Лука. И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благие, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал Спасителю, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень-очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Какой глубокий текст. Вот, посмотрите. Некто подходит. Кто он? В Священном Писании говорят, что некто – это богатый человек, но знающий заповеди. И он подходит и говорит, «Учитель благие». Он начинает обращаться этими словами. Господь, конечно, немножко стал его порицать. Во-первых, благим называют только Бога. Он только благ. Но юноша стал говорить со Спасителем со слов «учитель». То есть он его не так принимал, как надо. Принимал просто как законника или какого-то учителя. Поэтому Господь и говорит, «Ну, если ты меня принимаешь как благого, благо от меня хочешь, тогда принимай, кто я есть». То есть принимай, как мессию. Ибо я есть благ. И он как бы начинает его немножко даже порицать, этого законника. И начинает с ним диалог. Диалог о соблюдении заповедей. Мы слышали, да? Господь говорит ему, какие надо соблюдать заповеди. Не убивай, не кради, почитай отца и матери свою. Как бы начинает ему повторять самые необходимые заповеди. И, конечно, этот юноша говорит, или законник, можно по-разному сказать, или некий учитель говорит, «Я же все эти заповеди соблюдаю от юности своей, стараясь все, что сказал или заповедовал Моисей, соблюсти». Но Господь же видел сердце этого человека. И, видя, что он поверхностно, конечно, соблюдал эти заповеди, но была у него страсть. Страсть богатства. И вот тогда Господь начинает его порицать, даже не порицать, а старается показать ему на еще одну ту страсть, которая мешает ему достигнуть Царства Небесного или достигнуть Вечности, который хотел достигнуть этот некий. И вот Господь говорит, «Молодец, что ты это все соблюдаешь, но сделай еще один шаг. Вот есть еще одна заповедь. Оставь свое богатство, раздай всем, кому оно необходимо, и последуй за мной. И тогда ты будешь наследником вечных благ». Конечно, человеку этому было сложно принять это, ибо у него была болезнь богатству. И просто так отойти от этой страсти было сложно. Хоть и Господь старался показать ему его слабость, чтобы спасти его, ибо, как мы понимаем, у этого некого было сердце доброе, и Господь желал спасти этого человека. И вот тут как раз есть удивительный смысл или подтекст этого текста. Господь нам показывает, много дано заповедей для людей в помощь людям, чтобы люди через заповеди старались себя ограждать, от греховного состояния. Ведь заповедь – это орудие, которое дается человеку для того, чтобы человек благодаря этим заповедям менял себя, то есть работал над собой, изменял себя, старался переломить себя. И вот тут Господь нам и показывает, если ты хочешь быть наследником Царства Небесного, то соблюдай все заповеди. А не так, как у нас часто бывает. Одни мы заповеди соблюдаем, что нам по сердцу, а старыми мы не можем справиться. И поэтому Господь и говорит, если хоть одну ты заповедь будешь соблюдать, то у тебя и все заповеди будут соблюдаться. Но если хоть ты одну заповедь нарушишь, то все заповеди будут нарушаться. Потому что все это будет неискренне. И поэтому Господь и говорит, легше верблюду войти в угольное ушко, чем богатому в Царство Небесное. Здесь не порицание богатства или богатых людей, или тех, кто имеет богатство. Здесь порицание тому состоянию, когда человек имеет страсть какую-то, но не хочет избавиться от этой страсти. Он в надежде сохранить эту страсть ради своего блага. И вот тут Господь и показал нам, да, ты молодец, ты все соблюдаешь от юности твоей, но от богатства ты не сможешь отойти, потому что нету желания, и ты привязался к этому богатству. Тогда потом апостолы, как мы дальше слышали, спрашивают спасителя, когда этот юноша все-таки ушел от Бога и не принял его порицание или, скажу, учение. Тогда кто же спасется, его апостолы спрашивают. Как же спастись? Как же сложно спастись? Тогда Господь сказал удивительную фразу. Невозможно человеку, то возможно Богу. А почему? Человеку тяжело бороться с собой. Мы это все с вами знаем. Но мы знаем, что Господь – это то милосердие, которое становится нам в помощь. Вот что человеку невозможно, но по вере человека в Бога Господь через благодать врачует немость человека и помогает ему спастись. Дорогие братья и сестры, позвольте мне вас поздравить с воскресным днем и пожелать вам, чтобы Господь по нашей вере все наши немощи врачевал и помогал нам соблюсти все те заповеди блаженства, которые Господь нам подарил во время Нагорной проповеди. Чтобы мы все с вами эти заповеди старались соблюсти, а уж когда получается, что где-то падая, надеялись без отчаяния великую любовь Божию, что Бог всегда готов протягивать свою руку помощи ради спасения любого грешника на этой прекрасной изумительной земле. С праздником всех вас! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ